Сам я обладатель мегагранта в Московском институте стали и сплавов. Получил я его в 2011 году и с тех пор продолжаю сотрудничество. Я живу в Японии уже 23 года. У меня там есть лаборатория. И на основании этого сотрудничества между МИСИСом, Москвой и Японской лабораторией мы производим хорошие научные результаты. Я надеюсь, что все будет продолжаться еще много-много лет. Ваш взгляд со стороны на науку в России, в различии между наукой здесь у нас в стране и в Японии? Ученые хорошие, но организация науки, я бы сказал, что в Японии намного выше. Все, что связано с бюрократией, что все немножко тяжеловесно все происходит. Я бы думал, что нужно как-то упростить, во-первых, форму отчетности. Уменьшить количество всяких показателей, которые мы должны документировать, когда мы подаем какие-то аппликации или гранты. То есть мы заранее не можем сказать, сколько у нас будет публикаций. Мы не можем обещать. Мы не можем сказать, сколько у нас будет Нобелевских премий заранее. То есть немножко надо как-то с позиции здравого смысла подходить к научной деятельности, что это не то, что женщина должна родить через 9 месяцев. Да, вот это процесс творческий. И могут быть ошибки, может что-то не получится. И, например, вот то, что мне не понравилось, что обычно, если вы что-то обещали в начале, смотрят на отчет только то, что вы пообещали. Если это не получилось, например, это как бы ваш отрицательный пункт, да? А то, что вы сделали что-то новое, это как-то не учитывается. Хотя, как я уже сказал, что нельзя заранее наперед все знать, как все будет. Знает только Господь Бог, а мы только можем располагать.